Добрый день, возлюбленные Христе, братья и сестры, дорогие мои люберчане! В эти майские дни, во-первых, я поздравляю дорогих наших ветеранов и участников Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы, потому что май для всех нас – это особый месяц, месяц, когда мы отмечаем годовщину окончания Великой Отечественной войны. От всей души поздравляю вас с этим праздником и дай Бог, чтобы Господь сохранил нам мирное и ясное небо, и как можно дольше мы сохраняли все то, что мы имеем. И поэты – вечная память тем, кто ушел в мир иной, и доброго здоровья нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны. И сегодня хотелось бы мне остановиться о том, что время идет достаточно быстро, как будто бы вчера мы с вами встречали праздник Святой Пасхи, как будто бы вчера мы вместе шли на крестный ход и пели замечательные слова песни «Воскресение Твое, Христе, Спаси, ангели поют на небесе, и нас на земле с подоби чистым сердцем Тебе славите». И сегодня мы приблизились к другому празднику, к сороковому дню по празднику Святой Пасхи. Это праздник Вознесения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что по воскресении Спаситель являлся многим, в том числе своим ученикам, апостолам, женам-мироносицам и так далее. Но прошли эти дни, и все понимали, что Господь отойдет уже в свое небесное Отечество. И в определенный день, когда ученики собрались на горе Елеонской, Спаситель сказал им, что, дорогие мои, мое время уже пришло, и я отхожу от земли на небо. Но пройдет немного времени, и пришлю вам другого утешителя, Духа Святаго, который сойдет и будет вместе с вами, предсказывая о дальнейшем празднике Святой Пятидесятницы и Дне Святой Троицы. И поэтому, когда ученики молились, и Спаситель их благословил, то стал как бы невидимо отдаляться от земли на небо. И они воскликнули и опечалились, потому что столько времени они были Спасителем. Сколько им пришлось пережить и переживаний, и крестных страданий, и жестоких мучений, и уже потом воскресения Спасителя Иисуса Христа, и тех уже последующих событий, о которых мы с вами замечательно знаем из послания святых апостольских деяний, и, конечно же, из самого Святаго Евангелия. Я думаю, что, безусловно, для каждого из нас это оставило определенный вслед в его душе, в его сердце, потому что все эти дни мы как бы мысленно сопереживали тем событиям и были вместе с воскресшим Господом. И вот сегодня, когда Спаситель стал отделяться, Он благословил. Вот, тем самым, то благословение дошло до наших дней. И сейчас порой мы, испрашивая у Господа благословения, получаем на то или иное доброе дело. И используем это, потому что, когда мы отправляемся в какой-то дальний путь, когда мы собираемся идти на работу, когда собираемся идти на учебу, мы, безусловно, просим, чтобы Господь благословил и сподобил нас на тот дальнейший путь, который на самом деле мы избрали. И, с одной стороны, сегодня как бы вот немножечко грустный праздник, потому что на самом деле мы столько дней были с воскресшим Господом, мы столько отмечали пасхальное торжество. И вот в день Вознесения Господня мы как бы печалимся, потому что Господь отошел от нас и как бы оставил. Но оставляя, он дал некое такое обетование, что совсем скоро придет другой утешитель, Дух Святый, который непременно наставит на путь правды, истины и благочестия. И именно вот этот четверг, именно день Вознесения Господня, он особенно велик для нас. Он и причисляется к двунадесятым особо чтимым праздникам, которые говорят нам о том, что Господь вознесся от земли на небо. Но Он не оставил нас сирами, Он не оставил нас беспомощными, Он не оставил нас просто так, потому что Он создал единую апостольскую церковь, и врата ада не одолеет ее. И недаром в следующее же воскресенье, где продолжается праздник Вознесения Господня, мы отмечаем неделю святых отцов Первого Вселенского Собора, на котором было определено четкое учение о вере. Это ведь когда враг рода человеческого дьявола решил исказить вероучение и сделать, чтобы был бы сын человеческий, является творение, то святые отцы вынуждены были собраться на этот собор. И именно в продолжении дня Вознесения Господня, когда мы отмечаем именно отцов вот этого Первого Вселенского Собора, куда входят такие знаменитые отцы, как святитель Николай, архиепископ Мерликийский, память которого перенесением мощей мы тоже отмечаем в этом месяце мая, святителя Спиридона, епископа Тремифунского, который на самом деле очень хорошо и ярко трактовал учения о Святой Троице, память святителя Афанасия Великого, которую в будущем именовать Святая Церковь, который на самом деле тоже был еще юным диаконом, но уже участвовал в этом соборе. И поэтому одно с другим тесно взаимосвязано. Поэтому Господь нас благословил на добрые дела. Господь нас благословил на путь истины и благочестия. Господь нам благословил, чтобы мы шли по жизни прямо, чтобы мы не искажали учения о Святой Троице, учения о Боге, но на самом деле принесли это в жизнь. И благословив, по сути, не только учеников апостолов, но каждого из нас мы понимаем, что мы несем на себе сугубую ответственность, но, по слову апостола, вера без дел мертва есть. И поэтому любое, конечно же, слово мы обязательно должны сопровождать делами. И поэтому в прошедшие пасхальные дни каждый из нас по возможности старался тоже сделать какое-то доброе дело. посетить в темнице сидящих, посетить в больнице находящихся, посетить сирот и так далее. И я очень надеюсь, что это было бы не просто каким-то определенным очередным делом, но это было зовом души, потому что именно Господь нас благословлял на эти святые и спасительные дни. Я думаю, что и в продолжающийся праздник Вознесения Господня мы будем иметь дерзновение молиться, чтобы Господь послал нам ту благодать, которая сегодня является очень необходимой в жизни каждого христианина. Порой сколько скорбей или трудностей встречается на нашем жизненном пути, сколько всякого рода и соблазнов, и искушений, которые мы видим и которые мы проходим. Но если мы это делаем с верой, как и заповедовал нам Вознесшийся Спаситель, то вера, она обязательно будет творить чудеса. Если мы с вами откроем книгу «Деяния святых апостолов», которую мы особенно часто употребляем в богослужении в эти дни, то там сказано очень много хорошего, нужного и интересного. Если каждый день мы будем читать хотя бы по главе из Евангелия и хотя бы по главе из апостольского послания, то это будет уже, я считаю, огромной нашей внутренней победой в борьбе со грехом, в борьбе со страстями, в борьбе со многими теми делами, которые, может быть, сегодня абсолютно нам не нужны. И как бы нам сегодня хотелось попросить у Господа, чтобы Он послал нам силы и крепость Духа. Потому что на самом деле это является очень важной и неотъемлемой жизнью и частью жизни каждого христианина. Сегодня многое в нашей жизни складывается непросто, многое то, что, может быть, нам хотелось бы что-то было по-другому, но мы искренне молимся, чтобы Господь помог нам и принять верные решения, и чтобы мы действительно имели ту веру и любовь, которую имели ученики Спасителя. Смотрите, они сегодня собрались вместе для того, чтобы иметь веру и дерзновение Божие, для того, чтобы как бы послушать то, что сказал им Спаситель. Потому что мы знаем, что в скором времени этому суждено исполниться. Потому что мы знаем, что в этом кроется огромный внутренний догматический смысл, и в том числе этого праздника. И поэтому наряду с той грустью, которая, наверное, есть в сердце каждого из нас, потому что уже место праздничного Христос Воскресе заменяется обычным приветствием, обычным таким, более будничным. Но это не говорит о том, что мы на самом деле все-таки всегда верим, что Христос с нами, что мы всегда верим, что Господь, подобно апостолу Петру, готов нам протянуть свою руку, руку помощи, руку взаимопонимания, веры и крепкой любви. И поэтому, когда мы воспитываем сегодня своих детей или внуков, тоже для этого следует применять усилия, и обращаясь к Господу, чтобы Он помог и нам, и им в выборе жизненного пути, чтобы помог им идти по жизни прямо. Ведь порой бывает непросто принять нам в жизни то или иное решение. Порой не так просто бывает выйти на тот единственно верный и необходимый путь, который, по сути, готов к жизни каждого христианина. И, дорогие мои, будем стараться держаться вместе, чтобы едиными устами и единым сердцем славить вознесшегося Господа. И пусть те праведники, память которых мы отмечаем эти дни, и в том числе, потому что мне особо хочется отметить, что мы будем отмечать память перенесения мощей святителей и чудотворца Николая из города Мирликийский, город Бари. Это тоже, я считаю, наш такой праздник, потому что левый предел нашего храма посвящен памяти святителя и чудотворца Николая. И именно он в мае 325 года тоже участвовал в этом Первом Вселенском Соборе, который на самом деле является тоже кроегольным камнем всей нашей жизни. Мне хочется, чтобы мы почаще открывали священные писания, чтобы мы читали и брали для себя добрый и искренний пример жизни этих людей. И пусть постареначальник Христос поможет нам в этом, даст нам добрые и хорошие мысли, даст нам хорошую и добрую волю, чтобы мы, делая эти хорошие и добрые дела, своим личным примером показывали, как мы должны трудиться, жить и молиться. От всей души поздравляю вас с праздником Вознесения Господня. Молитвенно желаю помощи Божьей на вашем жизненном пути, и пусть Господь хранит всех вас на многое и благое лето. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok